В Перми открылась янтарная комната. Это уникальное пространство, созданное для реабилитации и развития детей с проблемами здоровья. Янтарь здесь основной элемент оформления. Им наполнена песочница, покрыта сенсорная дорожка, где ребята могут играть. Как все это влияет на их здоровье, узнала наша съемочная группа. Словно ворота в сказочную страну, вход в янтарную комнату оформлен так, что сразу создается впечатление чего-то особенного. Внутри же ее пространство выглядит так. Теплый пол, сенсорные дорожки с разными покрытиями. Большую часть комнаты занимает янтарь. Соприкосновение с этим солнечным камнем и есть главный элемент терапии. Он хорошо влияет на общее состояние, утверждают специалисты. Ребята с особенностями здоровья могут играть в янтарные песочницы. Здесь же с ними проводит занятие психолог. Когда ребенок взаимодействует с камнем, то, конечно, у него улучшается внимание, улучшается память. А наш организм – это единое такое вот большое целое. И развивая что-то одно, мы действительно видим, как ребенку становится лучше. Мышление у него развивается. Есть еще песочная терапия, которая тоже может использоваться с янтарной крошкой в этой комнате. Эту комнату янтарной терапии создали участники Пермской общественной организации «Счастье жить», которая занимается помощью семьям с детьми-инвалидами. Общественники обратились на калининградский янтарный комбинат, который ведет добычу ценного камня. И предприятие безвозмездно выделило пермикам больше 200 килограммов ценного материала. Здесь янтарь перебрали, промыли, сделали ремонт в помещении, оформили его. В создании янтарной комнаты участвовало множество добровольцев, которые помогали всем, чем возможно. Как говорят в общественной организации, ребята с инвалидностью могут приходить сюда бесплатно. Эта комната доступна для ребят с инвалидностью, для родителей, у которых есть такие дети. Но также в нее может прийти абсолютно любой ребенок. Для этого достаточно какой-то посильный взнос, чтобы помочь дальнейшему нашему фонду «Счастье жить» развиваться. В ближайших планах открыть в этом центре реабилитации сельвенитовую комнату, гончарную мастерскую, кабинет мастер-классов, а также склад благотворительной помощи для семей с детьми-инвалидами. Но и сами общественники постоянно нуждаются в помощи – финансовой и волонтерской. Конечно, мы всегда нуждаемся в помощи волонтеров, студентов. У нас еще янтарь не отмыт, шесть мешков янтаря. Нам нужно прям реально работы золушки отобрать шлаковый янтарь от ценного янтаря, который не нужен нам, шлаковый для янтарной комнаты. В том числе мы будем всегда благодарны мамам, папам и просто волонтерам, которые помогут нам отмыть стены, пол. Этот центр реабилитации находится на шоссе Космонавтов 181А. Подробнее узнать о нем можно в соцсетях, в группе «Счастье жить», а также на сайте фонда. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.